Всем привет! Продолжаем узнавать что-то новое, новых людей, какие-то новые работы, которые мы раньше не видели. Во всяком случае, я. Итак, Марсель Дюшан, французско-американский художник, шматист, фиолетик искусства, стоявший в истоках дадизма и сюрреализма. Творческое наследие относительно невелико, однако благодаря оригинальности своих идей Дюшан считается одной из самых влиятельных фигур в искусстве 20 века. Я цитирую Википедию. Его творчество оказало влияние на формирование таких направлений в искусстве второй половины 20 века, как поп-арт, минимализм, концептуальное искусство и так далее. В семье было четверо детей, один из которых умер вскоре после рождения. Из детей четверо стали знаменитыми художниками Марсель, Жак Вийон, Гастон Дюшан и Раймур Дюшан Вийон, это старшие братья, а также его сестра Сюзанна Дюшан Кротти. Любовью и интересом к искусству были обязаны деду по материнской линии Эмилию Николя, он художник и гравер. Отец дал детям свободу в вопросе выбора профессии, не настаивая на продолжение своего дела. Дюшан учился в лицее с 10 до 17 лет в Руане. Не был выдающимся учеником, но хорошо успевал по математике, несколько раз выиграл математические школьные конкурсы. В 1903 году он выиграл конкурс художественных работ. Серьезно начал увлекаться рисованием в 14 лет. Первая живописная работа Дюшана в духе импрессионизма, рисунки, относится к 1902 году. Приехал в Париж, поселился на Монмартре, пытался учиться в Академии Жулиано, но бросил занять. В 1909 году его работы впадают на осенний салон и на них отвлекает в своем обзоре Гийом Аполлинея. Хорошо играет в шахматы. Звание мастера получил по итогам третьего чемпионата Франции в 1925 году. Выступал за французскую команду на международных шахматных олимпиадах. Участвовал в турнирах по переписке, был шахматным журналистом. И шанс знакомиться с кубизмом. Присоединяется к группе Депюто, в которой участвуют такие художники, как Глёс Меценжея. Перешел к радикальному авагардистскому поиску в 1910-1920 годах. Сблизился с дадизмом и сюрреализм. Активно участвовал в коллективных акциях группы Дада и сюрреалистов. Публиковался в журналах. Впоследствии он практически отошел от творчества, предаваясь околонаучным изысканиям и любимой игре в Шахматы. Но в течение нескольких десятилетий оставался влиятельной фигурой американской художественной сцены и международного авангарда. После 1942 года по большей части жил в США. Принял американское гражданство. Что касается личной жизни, она всегда была тайной. Он крайне редко общался с журналистами. Только лишь известно, что он был женат дважды. В один прекрасный день его первая супруга, Лидия Саразен-Левасова, выпустила мемуары, в которых поведала все подробности их недолгой совместной жизни. Ему было 40, а ей 24. Они познакомились с Марселем. Развивался роман стремительный. Лидия и Марсель познакомились в марте 27-го, а уже в начале июня поженились. Он постоянно говорил Лидии, что семейные узы – это фикция, пережитая к средневековью. Романтической любви, по его словам, тоже не существовало. А секс явил не больше важности, чем ужин двоих. Дюшан заявлял, что был бы совсем не против, если бы она завела себе любовь. Враг продлился всего лишь полгода. Вторая супруга Дюшана – Алексина Саттлер. Известно лишь, что первым мужем был арт-дилер Пьер Матис, младший сын художника Андре Матис. Они поженились в 54-м и были вместе до самой смерти художник. Дюшан снял экспериментальный фильм «Анимик Синема». Ему посвящен короткометражный игровой фильм Паула Марина Бланка. В 2000 году во Франции учреждена премия Марселю Дюшана, молодым художником. Умер 2 октября 1968 года в возрасте 1981 года во Франции. Вот так вкратце о французском-американском художнике, шахматисте, теоретике искусства, стоявшем у истоков дадизма и сюрреализма Марселе Дюшана. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова